Слово И вот мы с вами добрались до седьмой главы Существовало три праздника, на которые все иудеи, евреи, мужского пола должны были приходить Праздник Пасхи, Праздник Пятидесятницы И праздник Кущи Праздник Кущи Когда евреи поставляли кущи для того, чтобы вспомнить то время, которое они провели в пустыне Когда приближался праздник Кущи, братья Иисуса пришли к нему в Галилею и сказали, что ему следует идти на праздник Тебе не только нужно идти на праздник, но и нужно явить себя миру В пятом стихе говорится, что тогда они еще не веровали в Него Братья Иисуса уверовали в Него только тогда, когда Он воскрес Наверное, скучно жить с совершенным человеком Знаете, не знаю, как там в русском языке, а у нас вот есть такое выражение Если человек все время правильно поступает, правильно мыслит, правильно все делает Мы говорим, ааа, да ты, наверное, совершенный Ну что же, он действительно был совершенен Представляете жить с таким человеком, представляете быть братом такому человеку Наверняка возникает мысль, ну ты же у нас правильный, мама тебя больше любит Они тогда не веровали в Него Они, наверное, хотели, чтобы он просто ушел с глаз куда-нибудь Потому что они говорили, ну вот, иди в Иерусалим, пора Еще они, наверное, хотели какого-то шоу, когда призывали его явить себя людям в Иерусалиме И в конечном итоге, в общем и в целом, он говорит нет В шестом стихе он говорит те же слова, которые сказал своей матери во второй главе Еще не время Или мое время еще не настало Идите вы на праздник Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось В девятом стихе написано, что он остался в Галилею Далее мы читаем в десятом стихе, что когда братья его пошли, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно Здесь возникает трудность А он что, соврал, получается? Я не знаю, знакома ли вам ситуация, которая была во времена Железного Занавеса Но были тогда христиане, которые у нас, которые хотели бы оказаться на этой стороне Железного Занавеса и ободрить христиан своих братьев именно здесь А я и сам несколько раз приезжал в подобной ситуации И было целое предприятие о том, что и как нужно отвечать при заполнении всевозможных виз, заявлений на визу, на паспортном контроле Когда нас будут спрашивать о цели визита и прочее У разных верующих по этому поводу были разные мнения Одни говорили, что лгать ни в коем случае нельзя, что бы там ни было Я помню, первый раз я поехал в Румынию, это был единственный раз, когда я взял с собой литературу У меня было два чемодана Библии на румынском языке и другой литературы христианской, духовной А вот когда оказываешься в аэропорту Будапешта, то там висит такая большая вывеска Что запрещается ввозить? Оружие, наркотики, порнографию, Библию И вот я беседую с человеком в аэропорту, который смотрит на мое заявление Я въезжал по туристической визе Тогда как собирался в Констанции преподавать на семинаре, организованном Кемпус Крусейд Студенческое движение за Христа И он тогда спросил меня, вот этот офицер там Вы сюда едете только как турист? И тогда я ему ответил Я сюда приехал как турист На что последовал вопрос Да, но вы приехали сюда только как турист? На что ответил я Я приехал сюда как турист Он повторил свой вопрос На который я ответил Я хочу поплавать в Черном море Он просто сдался и пропустил меня Я говорил чистую правду Просто не отвечал на его вопрос Лгал я? Нет Пытался его как-то ввести в заблуждение? Да Я не пытаюсь сказать, что никогда в жизни не обманывал Просто привожу пример Была еще среди христиан и другая позиция Говори, что хочешь, лишь бы добраться до места назначения и выполнить задачу Такой аргумент формулируется примерно так Люди, которые не умеют управляться с истиной Не имеют права ее знать Люди, которые собираются поступить плохо и превратно с истиной Не должны ее знать Ты считаешь, что христианин ни при каких обстоятельствах не должен лгать? А можно ли христианину участвовать в войне, например? Представь себе, что ты христианин, ты генерал и собираешься произвести какой-то военный маневр Ты хочешь ввести противника в заблуждение, переправиться, например, на ту сторону по морю Тогда, как хочешь, чтобы они думали, что ты пойдешь по суше Ты лжешь при этом? Ну, ты же христианин А что касается футбола, например? Может ли христианин играть в футбол? Там же, извините, тоже есть обманные маневры Когда ты получаешь мяч и пытаешься ввести в заблуждение того, кто стоит перед тобой Предположим, вратаря Он думает, что ты сейчас будешь бить в правый верхний угол А ты будешь бить в последнюю минуту, бьешь в левый нижний Кто ты в этом случае лжец? Плохой христианин? Так вот, возможен ли контекст, в котором ты можешь правомерно ввести человека в заблуждение? Вопрос не прост Это не настолько простой вопрос, когда можно ответить Нет, христианин не должен говорить ни при каких обстоятельствах А что вы под этим подразумеваете? Я хочу сказать вам что-то еще Что это происходит с Джон 7? Те люди, которые утверждали, что можно подразумевать футбол, верно ли это, некоторые из них подразумевали к Джон 7 Что можно подразумевать футбол Так вот, те люди, которые утверждали, что можно солгать вот этим офицерам в аэропорту Кстати говоря, обосновывали свою позицию 7 главой Евангелия от Иоанна Смотрите, говорили они, Иисус Христос тоже сказал братьям одно, а поступил иначе Я подозреваю, что многие из вас начинают себя чувствовать немного некомфортно сейчас И сразу хотел бы сказать вам, что я считаю это неправильным толкованием 7 главы Я не считаю, что Иисус солгал Я даже не считаю, что Он просто ввел их в заблуждение Они говорили, иди сейчас на праздник, прямо сейчас, в эту минуту И тогда Он им сказал, нет, сейчас не пойду, это не означало, что Он не пойдет позже И кроме того, они ему сказали, что когда придешь туда, мы хотим, чтобы ты сделал вот это и вот это И Он сказал, я не хочу поступать так, как вы меня просите Я не хочу поступать и делать это каким-то образом, которым вы меня просите это сделать Не хочу следовать той причине, по которой вы меня туда посылаете Для чего вы меня туда посылаете И действительно у него была своя Так сказать, повестка дня Он пришел на праздник позже и делал то, что Он считал нужным Поэтому Он не солгал Так что же Он делал на празднике? Иудеи же искали Его на празднике и говорили, где Он И кроме того, им было интересно, кто же Он В 10 стихе написано, что Он пришел на праздник, но пришел как бы тайно В 15 стихе мы читаем вопрос удивленных иудеев Как Он знает Писание, не учившись На что в 16 стихе Он фактически отвечает Я научился этому моего отца Нам не безразлично современная церковь И у нас есть, что ей предложить Весь ресурс на сайте tvseminari.com Теперь вопрос о тех людях, которые никогда не слышали Что если человек хочет исполнять волю Божию, но он не слышал и не знает об этой воле И никогда не слышал о Христе Посмотрите на доску 7.17 Опять Кто хочет творить волю Его Тот узнает о всем учении От Бога ли оно, или я сам от себя говорю Помните, что я вам сказал, когда я впервые упомянул об этих стихах? Я говорил о том, что в контексте каждый изолированный отдельно взятый стих Не отвечает на большой вопрос о том, как же те, кто никогда не знал о Христе В контексте 7 главы 17 стиха Иисус Христос отвечает на вполне конкретную проблему Довольно узкую проблему Однако мне кажется, что если мы все вот эти стихи, отдельно взятые стихи, сведем воедино То мы увидим некую последовательную систему того, как нам нужно разобраться с вопросом о тех, кто никогда не слышал об Иисусе Христе Как следует эту проблему решать А теперь 18 стих Он имеет совершенное знание о себе Кто имеет совершенное знание о себе? Никто И он говорит, что в нем нет неправды Кто может сказать такое? Никто В России этот стих известен? В разных христианских культурах популярностью пользуются разные стихи из Библии Иеремий 17.9 известен в России? Это тот стих, который следовало бы знать всем христианам Иеремий 17.9 Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено Кто узнает его? Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено Итак, что он говорит? В 18 стихе Мое сердце не лукавое и не испорчено Кто из нас может поручиться, что понимает свое сердце и знает, что у нас внутри? Иисус Христос говорит Иисус Христос говорит Я знаю, что у меня внутри Более того, он знает, что внутри нас Я знаю, о чем вы помышляете Я знаю, что вы пытаетесь делать А во второй главе он косвенно говорит об этом, говоря, что я могу разрушить храм и в три дня воздвигнуть его А в 7 главе 19 стихе он говорит это прямо За что вы ищете убить меня? Почему вы ищете убить меня? Они негодуют Настолько, что спрашивают, небес ли в тебе? И это богохульство Кто ищет убить тебя? Никто не ищет Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии